Всем привет! С вами Юля, и сегодня мы поговорим о домашних любимцах. Сейчас для меня это очень актуальная тема, потому что у меня есть и кошка, и дочка, и я нашла способы их подружить. Итак, номер один. Для начала нужно подготовить животное к появлению младенца в доме. Первым делом нужно обозначить место, где будет ребенок. Например, поставить кроватку и приучить кота, что туда лезть не надо. Есть один интересный лайфхак. Например, чтобы кот не лез в какое-то место, нужно взять клейкую ленту или, например, скотч и положить кусочки липкой стороной вверх. Если кот туда прыгнет, оно прилипнет к лапкам. Ему это не понравится, и через несколько раз он просто перестанет туда совать свой носик. Следующий этап – это знакомство малыша и питомца. Для безопасности обоих не стоит оставлять их наедине. Лучший способ знакомства, когда вы присутствуете. Позвольте животному подойти, понюхать, рассмотреть малыша, и тогда они подружатся. В нашей ситуации это было довольно смешно. Кошка подошла, чтобы познакомиться с Мией. Мия чихнула, испугала кошку, и та не подходила к ней еще месяц. Сейчас она подходит иногда с небольшим интересом, но все же понимает, что лучше не приближаться. Проблема, которая знакома всем хозяевам питомцев – это шерсть. Знаем мы шутку о том, что в доме, где живет кот, шерсть – это приправа. А когда в доме появляется маленький ребенок, времени на уборку не так уж и много, а то и вовсе нет. Хорошо, что сейчас можно прибегнуть к технологиям. Посуду мойка моет, в мультиварке готовится еда, стиральная машинка стирает, а пылесос сам ездит по углам и собирает всю пыль, грязь и шерсть. А я могу это время уделить своему ребенку. Сейчас очень большой выбор пылесосов. Я выбрала для себя с двумя щетками. Эти две турбощетки убирают более качественно. Следующий момент, о котором стоит помнить – это обрезание когтей. Если малыш и кот уже подружились, они могут заиграться и поранить друг друга. Особенно кот, у которого длинные когти. Обрезание когтей может быть довольно веселым процессом. Например, мне нравится наблюдать за тем, как я обрезаю кошке когти, а она в это время вырывается. Мия считает, что это очень весело и постоянно улыбается. И один из ключевых пунктов – это проглистовка и прививки. Помним, что это безопасность не только для животного и ребенка, а и для всей семьи. Прививки коту я делаю по графику, которую назначил ветеринар, а проглистовку просто раз в 4 месяца. Итак, дорогие родители, давайте зафиксируем. Первое – подготовка места для малыша и не подпускаем к нему кота. Второе – знакомство. Это обязательно должно быть в вашем присутствии. Уборка. Помним, что шерсть может вызвать аллергию, поэтому ее должно быть минимум в вашем доме. Обрезаем когти, делаем прививки и проглистовку. Так что, дорогие друзья, если в вашем доме появляется ребенок, это еще не значит, что вам нужно отказываться от питомца. А я передаю слово Мие. Да, подписывайтесь на наш канал и ждите следующих выпусков. А мы с вами прощаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...